обезьянка нас поздравила с новым годом с первого на второе с тремя поросятками ну в ней живот и был маленький ну я как бы я подозревал что поросят небагато боже вот маленький но порос был нелегкий ну текет и поросенка вышло место все нормально ну что есть то есть я думаю проблема в дозе значит у нас тут получается мадам брошкина он черно в белых носках у белых гольфиках мотаете едва и брата старше от и брошкина брошкина варан белый гольфов 6 дней всегда кис разборки мотается крутится ну це им два дня завтра будем купировать хвостики зубы ставить железо и так дальше от брошкина иди иди брошкина шо ты брошка лиса ты еще хоть трошки как сет маленькая есть а в брошкины вообще ничего немало одни гольфы били в билих носках мотаете а все два кабасика обрушки нас так так да кабан кабан ой-ой-ой-ой-ой обезьян ты дивись мені брошкину не придави дебе он туда грошка бело брошка вела туда короче друзья появилась у нас хозяйцы мадам брошкина будем наблюдать если не придави обезьяна а все 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 хоре хоре так друзья кто еще не забыл мы каждого 20 числа пробуем взвешивание итальянцы полумесячно важен и анфисын выводок сейчас я вам его покажу то есть уже сегодня у нас 5 число до 5 через две недели один день ну через 15 дней буду вадить анфисыны сник и наберут в день вот он из 3 до 4 месяцев набрали 40 килограмм за месяц а сейчас мы знаем сколько 4 до 5 наберут и также анфисын выводок сколько наберут 3 до 4 они на месяц меньше сейчас вам так для близира с собой сравню яки сейчас итальянцы цей получается ровно четыре с половиной месяца я вам скажу уже можно убирать на мясо уже за сотню есть то я думаю 110 115 120 есть форму них я стараюсь я постоянно буду кормушать ну и все насыпаю или сюда захожу или вот отсюда насыпаю пока тут не занято вот таки но а и так же это я вам итальянцы показали час четыре с половиной месяца то есть он еще 11 отметки между и сейчас Сейчас покажу Анфису, их три с половиной, Анфису выводу. Мадам Брошкина лягла отдыхать с братьями своими, привозить не будет, бо обезьяна кипишна. Обезьяна хорошая свиноматка, просто, ну, досу такая попалась. Искусственно покрывал ее дюрком из комплекса. А ну, в принципе, давай сюда, иди. А вот получается три с половиной. Мы вважаем или эту, или эту, ну, как низку. Вот три с половиной, но этот выводок иди попруче итальянцев. Я думаю, он перещегляет сейчас туда-сюда. Может месяц-два и догонит итальянцев. Он шмеляет паучин. И, кстати, у меня нет кормушки. Я сиду на пол под стенку. Два раза в день, в вечер. То же самое, покажется. Ну, коники. Три с половиной. Вот это. Вот. Вот. Офи, Женя. Гавка ведь, как собака. Значит, росту. Три с половиной. Так. Аматор. Росте. В конце паучиня. В конце паучиня можно будет упирать на мясо. Веронику покрывать скоро. Аматор росте. Росте. Вероника. Вероника. Аматор росте. Вероника. Пашлять. Пашлять начин, я думаю, из-за того, что я перегонял, всех трех быстро перегонял, а він бігал на морозе по снегу. И мы с Богданом долго за ним бігали. Він по снегу бігал. По снегу по льду бігал, ведь не простоделся. Все верно, настричанка. Такое место хорошее. А по обезьяне у нее я бачу маленький живот, вот допустим, если дивится нюх, вот и видно, что живот здоровенький. И так же, если дивится киевлянка, киевлянка тоже, я ее покрывал Макс, тоже живет здоровенький. Ну, а Анфиса еще рано, и в феврале. Ну вот так, по эфкам, кто еще не в курсе, все эфки, все покрытия. Получается, три эфки покрытия белков, одна наоборот. Температура в сарае 13. А это же я еще хочу прийти дядя Саня, будем с ним варить бочку буржуйку сюда в сарай и сделать клетку квадратную. Так, чтобы взвешивать, допустим, их в пять месяцев, в шесть и так же. В клетке, не знаю, может на колесиках я бы сделаю. Ну, что-то подумаем. Ну, что подобное было, потому что их уже так... Мы с Андреем, может, этот ящик не закинем, она не лезет и мы ее физически уже не поднимем. Так что список нас ведем дальше. Продолжаем и идем до 8 месяцев. Покажу сколько будет 8 месяцев веса. При интенсивном откорме, не просто откорме, а откорме правильный, интенсивный, не так, допустим, тяпляр. Вот на тяпляпу у меня сидят аматоры. Сейчас, на тяпляпу. Я их интенсивно откормлю. Интенсивно кормлю два виводка на откорм. Оцей и анфисовый виводок. А группа аматоров – это так. Ну, поддерживаю, но не откормлю их так. Ну, тем не менее, они тоже растут хорошо. Вот у нас свинка, ту, что мы вважаем. Замерочная, вон, ее откинули. И не вон она. Черножок, например. Ну, короче, здесь она есть. Ей поперегоняли уже кабаны. Ось, пятачок оцей. Оцей вон. Ну, короче, ее поперегоняли тут замерочную. Они уже тут все сравнялись, а кабаны пешкой больше в рост. А, ось они. Ось, оце. Вот, смотрите, ця замерочная наша, что мы вважаем. И вот кабаны сравнили. Вот это его. Это пятачок. И там еще есть такие хорошие кругляки. Так, тут по зерновой группе, то есть по зерновым отходам осталась, ну, вот такая вот кучка. Ну, примерно на глаз тонны 1,5-2. Я думаю, здесь будет тонны 1,5-2. То есть на январь 100% до оплаты и, может, на чуть-чуть февраля. Ну, а потом уже будем с второго места брать. Так же, что я купил? 200 кг соевого шрота. Шрот, друзья, беру в городе Мерефа, рядом. Тут біля мене 23 или 25 км. И покупаю там. Йиду мимо или не мимо. Покупаю там. Цена, ну, была последний раз я брал 16,90. Ой, 16,60. Кому надо, номер телефона оставляю в комментариях. Закреплю вверху. Звонить. Їдьте, берите. Вони роблять там каждый день. Сами набирайте. Там можно как мешок купить, так и 10 мешков, так и тонны. Там на тонны уже скидка идет. По-моему, если так брать 16,60, если тонну 16,30. Ну, такие там цели. Соевый шрот хороший. Ну, я доволен. И вы видите результат, как ростут. То есть, кому надо, берите. И так же я вчера готово надробил дядь Саня. Дядь Саня наш приехал из Киева. Він у меня покупал тонну пшеницы уже давно. По-моему, в сентябре. Він ее уже скормил своим по рационкам. И не ма че кормить, короче. Вчера надробил четыреста килограмм гороха. И ячмень его лябов размешал. И пшеницу. Такий асортист сделал. Сейчас повяжу и отвезу ему выгрузом. И заберу его. Будем делать буржуйку. Вот так. Так что дядь Саня покупает корма. У меня бывает, друзья, заказывают готовый гровер, допустим, по моему рецепту. Готовый гровер я делаю и тоже продаю. Но сейчас я уже особу продавать его не буду, потому что, чтобы самому хватило. Я очень много в этом году продал пшеницы. Продал что в магазине на ведро, что просто, я скажу, так брали по пів тонны, по тонне. То есть было у меня богатенько. Я продавал. Продавал. И сейчас продаю, грубо говоря. Но уже буду притормаживать. То есть, чтобы самому хватило. Бо я не брал целью продавать, реализовать дальше. Хоть оно и выгодно, там и дороже. Ну, надо, чтобы самому хватило. Надо просто на следующий год брать уже больше корма и делать там готовый. Потому что много кто там, кто брал поросят, заказывает то 100, то 200 кг корма гровера готового. Берешь корм и радуй, счастливый, видовый. Вот мой рецепт. Бо знаю, что пишете под каждым видео, сколько ты кладаешь сою, сколько ты чего. Вот у меня тут ячмень, кукуруза, пшеница. 79 кг. Ну, я даю ТКЗМ на сходу, то есть пшеницу. Ну, если у вас есть все наименования, распределить там равномерно. Я не считаю, это за что-то таке важное. Соевый шрот. Самое важное. 17 кг. Хоть шрот, хоть макуха. И то, и то. Хорошо. И премикс. 4% водолага. 4% гровер и 3,5 финиш. Ну, я даю 4% как гровер. Корма ухода мало. Итальянцы едят очень мало, друзья. Мало, что я даже трошки удивлен. И те, в Анфисовом выводок, мало есть. Ну, он сытный и расход корма едет маленький. Кто там думает, я почему дядя Саня горох бодяжу и продаю? Потому что мне горох не надо. Он мне вообще не надо. Это так сыноваткам скармливать хиба, что и все. Поэтому я согласился ему продавать корм, потому что горох мне не надо. Да, да. Вот премикс водолага. Я ее тут держу, чтобы мыши... Плохтянский завод. Гровер финиш. Турговая марка водолага. Это наша марка. Номер телефона 095 24 444 66. Вот так он выглядит. Вот такие белые, как кофе в гранулах, как растворимый кофе. И еще есть шарики, типа просто кофе. Ну, это всякие бизины, мизины, микро-макроэлементы, витамины. Пишут там перечень витаминов, дай. Напиши рецепт премикс. Есть технолог. Занимается на заводе кисловых. Воно вам не поможет, что вы подивитесь, какие там витамины. Воно вас не спасает. Ничего вам без этого ни холода, ни жарко не будет. Премикс стоит 1265 гривен. Ну, сейчас все росте, поэтому цена, понятно, что нестабильна, потому что неизвестно, что будет завтра. Ну, а так пока все нормально. Так пока жалоб не поступало. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...